На одном из омских предприятий наладили выпуск необычной продукции льняной ваты. По стоимости она не дороже обычного аналога из хлопка, но более качественная и обладает несравненными антисептическими свойствами. Отбеливать вату из льна будут не вредным хлором, а обычной перекисью водорода. Подробнее Елена Наумова. Партиями по 400 килограммов в емкости загружают льняное волокно. Через 10 часов после варки, отбеливания и сушки будет готова инновационная льняная вата. Хлопковая льняная вата. Мы проводим эксперимент. Мы явно можем наблюдать преимущество льняной ваты над хлопковой. Она только внешне почти не отличается от своего собрата, но по свойствам разница колоссальная. Эксперимент показал, переработанный лен тонет мгновенно. А то, насколько быстро такой материал впитывает влагу, для медиков один из главных показателей качества. И повышенная гипроскопичность, и антисептические свойства, и кровоостанавливающие свойства, что очень важно в работе всего медперсонала. Как сохранить все эти характеристики во время переработки была главной проблемой для технологов ватного завода. Например, хлор, который обычно используют для отбеливания, полезные свойства льна убивает. Идею невредного для ваты обесцвечивания заимствовали у блондинок. Вместо хлора используют перекись водорода. Процесс нашего отбеливания, бесхлорного, он более трудоемкий. То есть появляются новые нюансы, с которыми нам приходится сталкиваться, которые приходится нейтрализовать. В силу того, чтобы в результате продукции сохранялись положительные свойства льна. Отработанную на вате технологию уже планируют применить в производстве других материалов. Из льняного сырья начнут выпускать бинты. Это следующий этап производства. Будет делаться целый ряд новых инновационных продуктов. Это и перевязочные материалы медицинского назначения, и целлюлоза для порохов, и много-много чего еще можно делать. Сейчас на ватном заводе разрабатывают бактерицидное покрытие. Им будут пропитывать материалы для перевязки. Производство льняной ваты уже налажено. И хотя ничего нанотехнологичного в ней нет, новинку будут продавать именно с приставкой нано. Если не особые свойства, то эти четыре буквы точно помогут ей оказаться на прилавках. Елена Наумова, Станислав Богомаз, Вести.